Доктор субтитров А.Семкин Доктор субтитров А.Семкин Доктор субтитров А.Семкин Доктор субтитров А.Семкин свои занятия и пришли, чтобы слышать Слово Божье. Я уверен, Бог оценит это, откроется вам больше и благословит. И что же Слово Божье говорит нам о Боге? Я хочу прочитать вам всего один стих. В самом начале это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Бог есть Дух. Писание говорит и учит нас, что сегодня Бог открывается нам через Свой Святой Дух, который Он посылает в жизнь каждого человека, который открыл Своё сердце для Иисуса Христа в Него. Без Духа Святого невозможно понять Бога. Без Духа Святого, имея самый высокий разум и интеллект, нереально понять то, что написано в Библии. Но когда мы имеем Святого Духа, Он открывает нам глубины Божьи. Он открывает нам сокровища Свои и делает их для нас доступными. И так написано, Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему тем, кто хотят знать Его, они должны поклоняться в Духе и в Истине. Но Дух Святой мы не видим. Дух невозможно увидеть. Вы не можете Его потрогать, вы не можете глазами своими как-то увидеть Его, распознать Его. И поэтому апостол Иоанн говорит, что первое послание Иоанна возлюбленные, как уверены, и испытывайте о Бога ли они. Много лжепророков появилось в мире. То есть апостол Иоанн, я понимаю, что мы сегодня можем подготовить перед Святой. Есть много лжепророков, которые сопоставятся под Святой, то есть от пяти видов Ангела Света, под видом Ангела Света, но цель этих духов украсть и бить. И так случается, что когда христианин, мы ищем, оказывают обмание, в каком-то обольщении от этих лживых духов, в результате остановится обмание. Он смотрит в ключе к нему, почему Слово Божие, оно не действует в его жизни. Уже вера изменилась, а тому же ман какой-то пил, он пришел, поэтому прижимал нас всех, чтобы мы были внимательны, чтобы не все в Дух верили. Но Дух каким образом действует? Мы не можем его потрогать, как уже было сказано, но Дух мы переживаем через наши мысли, через наши чувства, через наши желания. Дух, Он реальный, это Личность, но Он говорит с нами, Он открывает нам себя через наши мысли, через наши чувства и через наши желания. Поэтому, когда мы читаем апостола Иоанна, который предупреждает нас не всякому Духу верить, это значит, не всем желаниям, на поводу не всех желаний надо идти. Это значит, что не всем мыслям, которые приходят к тебе, надо верить. Это значит, что не все чувства, они от Бога. Это значит, что не все Духа, которые вы переживаете, а я, я, жуга. А апостол Иоанн также сказал, что много лжепророков в мире, это люди, которые сами отравлены, обмануты духами. И сегодня, дорогие друзья, у нас особенное время. Мы откроем Слово Божье, и мы постараемся распознать этих духов, о которых говорит апостол Иоанн. Мы постараемся сегодня научиться, как же нам различать и возможно ли вообще отличить, где Дух Божий. И первое, с чего я начну. Я предложу вам сегодня три ценности. Три ценности. И если вы будете иметь эти ценности, я уверен, вы никогда не будете обмануты. Но вы будете познавать Бога живого и настоящего. Потому что эти три ценности помогут вам разлить, где истина, а где ложь. Итак, первая ценность. Это к властям. Может быть, сегодня кому-то не понравится это слово, потому что вы настроены негативно по отношению к властям, видя все, что происходит в мире, видя, как справедливо и неправильно подкатываться к людям и решениям принимать. Писание учит нас, чтобы мы уважали власти, достойны они этого или нет, чтобы мы учились слушаться. Те власти, которые Богом направлены на этой земле. И прежде чем я посчитаю, для того, чтобы не попасть в обман лживых духов, во-первых, необходимо правильно решать. Библия показывает нам определение события, которые когда-то произошли. Мы знаем, когда война произошла, когда война. В результате треть ангелов была свергнута с ней на землю. Теперь царство Божия остается в порядке. В течение дня нет. Мы знаем, что это будет. Кого-то застриговал, вверх. И он сталпом пролежал. От начала до конца. Вы увидите, что сейчас картина. Исходя из того, что видим, у меня вопрос. Какой грех был первый? На ней не было никакого греха. Написано там, ангелы видят лицо Паса постоянно, Бога. И там не было никакого греха. Горь, говорят, в греху церковь. Когда я говорю, я надеюсь, что Бог откроет эту истину, насколько важно относиться правильно к властям. Потому что с непослушания по отношению к власти, существующей на небе, все началось. Не было ни одного греха. Никакой ангел не знал таких слов, как блуд, как злость, зависть, как борд, как злость всякая, как верные всякие слова. Ни один ангел не знал таких, никто даже понятий таких не знал, потому что на небе нет греха. Я не знаю, как пришла эта мысль этого героя Виму, но пришла ему мысль следующая. Я поставлю свой престол. Вот первая идея, от которой начался конфликт. Он сказал, я поставлю свой престол. В результате, в своем положении, он же заманул треть ангелов. Не знаю, может быть у нас цифры даже на земле, чтобы посчитать сколько это. Представьте, Библия показывает, что треть, одна треть всех ангелов поверили не Богу, а любовь которого испытывали всегда на себе. Они поверили этому Херувиму, который сказал, я поставлю свой престол. И он этим ангелам смог доказать, что его престол будет круче, чем Божий престол. И поэтому они, доверившись ему, пошли. В результате этой войны этот Херувим и треть ангелов были свергнуты с неба. Я думаю, что вы всю эту историю знаете, понимаете. Я просто делаю вам небольшой обзор вначале. Они были свергнуты. И сегодня эта война на земле продолжается. Сегодня дьявол и эти ангелы пытаются обманывать людей. И они ненавидят все, что связано с Богом, ненавидят его творение. И теперь мы предлагаем вам слово Божие, что записано в послании к Кремленам в 13 главе, с 1 по 2 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога обновлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящие сами навлекут на себя осуждение». Дальше. Первое послание Петра, 2 глава, 13 и 14 стих. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро». И здесь написано, что мы должны быть послушны властям, когда мы не можем быть послушны им для Господа. Тогда мы вправе, конечно, сказать, рассудите сами, как он нам больше, как однажды сказал Петр Иоанн. «Но большинство ситуаций не связано с грехом, к чему побуждают нас власти». Они написано «поставлены, чтобы выразить определенное устройство, чтобы был нормальный порядок, чтобы люди чувствовали себя комфортно и запрещенными. Если так, то Библия учит нас, чтобы мы были послушны властям, драгоценные». Вдумайтесь в тот факт, что после того, когда этот херувим с ангелами были отвергнуты с неба на землю, земля наполнилась вещами, которых на небе никогда не было. Откуда взялся блуд, похоть, сквернословие, злость, убийство, ненависть? Откуда? И вот, что я здесь вижу. Я вижу, что этот херувим, бывший херувим, который сегодня называется дьяволом и сатаной, вместе с этими ангелами падшими, которые сегодня называются бесами, они, видя все, что было на небе, принесли на землю только в искаженном периоде. Они, видя все, что было на небе, принесли на землю, любовь тоже. Это из-за того, что они сделали правильно, и чтобы каждому было по делам его воздано. Там на небесах всегда была справедливость, но здесь на земле мы видим, как эта справедливость превратилась в зло, в ненависть. Если там эта справедливость была воспроизведена просто Богом в его мудрости, и каждый был на своем месте, то здесь каждый ищет своего, готов убивать друг друга, разрушать друг друга, лишь бы отстоять какую-то свою правду. многие вещи, которые, все практически вещи, которые сегодня мы видим в качестве грехов на этой земле, это истина Божья, которая извратилась после того, как один херувим сказал, «Я поставлю свой престол» и был свергнут на землю. Вот что я хочу сказать, друзья. Когда человек находится в этом духе бунта, в этом духе противления, как назван этот демонический дух, у него все переворачивается. Если ребенок наполнен духом противления, он вообще не может воспринять любовь родителей. Родители его любят. Они жертвуют собой, чтобы потратить время с собой свое, чтобы что-то объяснить ему. Они наказывают его, если надо. Что чувствует ребенок, наполненный бунтом? Он чувствует, что его не... Он чувствует, что вообще родители совершенно не могут понять его как-то. Но в то же время он идет на улицу, там, где, в общем-то, никому, по большому счету, до него дела нет, где каждый так же хочет попользоваться им и потом выбросит, а он думает, что там его все понимают, а он думает, что его там любят. Что это? Это, я скажу вам, перевернутый разум. Это неправильный разум. Почему? Потому что наполнен этим бунтом. Конечно, люди никогда не говорят, что мы противимся Богу. Но здесь написано, что противящийся властям противится как раз Богу. Но эти люди говорят, что Бога мы слушаемся, но власти мы не принимаем. Но у меня вопрос. Как можно быть послушным того, кого вы не видите, если вы не научились слушаться ту власть, которую Бог поставил, которую вы видите? И вот в Библии очень понятно написано, что Бог поставил, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания тела Христа. В мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были больше младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Небольшой пример. Кстати, основан на реальных событиях. Девочка, которая живет в родителе, в доме со своими родителями, и вот родители ей говорят что-то, то, что надо исправить в жизни, то, что надо изменить. И она говорит, вы меня совершенно не понимаете. Потом она идет к пастырю, она советуется с пастырем, получает утешение, что, в общем-то, нормально все. И дальше приходит домой и говорит, пастырь меня понимает. И я пастыря почему-то понимаю. Почему с вами вообще так тяжело? Папа, мама. Вот пастыря меня поиграли. Да потому что дочь, он не живет с тобой каждый день. Если бы он жил здесь, он бы тебе говорил те же самые вещи, которые мы тебе говорим. И вот проходит время, значит, и делается лагерь. То есть они в детский лагерь едут. И там эта девочка оказывается в том же месте, где живет пастырь. И они очень близко там как-то пересекаются. Проходит, звонит родителям и говорит, я не пойму, почему пастырь со мной так разговаривает. Я говорю, что пастырь теперь близко с тобой живет. Нет, смотри. Простите, вырвалось. В общем, вы понимаете все, да? Видите, нам надо научиться сначала слушаться и понимать ту власть, которую Бог поставил над нами, на этой земле. Чтобы мы тогда не обмануты. Только вдумайтесь. Обнажды люди предстанут перед Богом. И они будут отвергнуты в вечности. И они будут не понимать. Они будут говорить, не твоим ли именем мы бесов изгоняли, не твоим ли именем мы чудеса творили, не твоим ли именем мы больных исцеляли, проповедовали. Господи, как же ты говоришь, что никогда не знал нас. Что-то перевернуто, что-то изменилось, что-то они оказались обманутыми, живя на этой земле. Это верующие люди, о них идет речь. Драгоценное. Нам, чтобы иметь здравый разум, чтобы иметь ясный разум Христов, нам необходимо иметь правильное отношение к властям. Кто-то скажет, что как я могу уважать эти власти, которые творят такое беззаконие. Но вот что я заметил. Когда человек находится в духе Божьем, в духе смирения и послушания, то Бог дает ему мудрости, где и как послушаться, а где в принципе нельзя послушаться. Потому что речь идет о побуждении к греху. Но в то же время, когда человек наполнен вот этим противлением, злостью по отношению к властям, наполнен судом, он все по-человечески правильно раскладывает, но в результате оказывается обманутым. И в результате грешит. Поэтому я верю, что для того, чтобы иметь ясный разум, для того, чтобы не попасть вот под это искусство обольщения, о котором нас предупреждает Писание, надо иметь правильное отношение к властям. Надо иметь послушание. Надо иметь любовь. Писание призывает нас молиться за власти. Молиться, чтобы Бог помог им принимать правильные решения. Писание призывает нас любить власти, чтобы мы от сердца благословляли их, чтобы они смогли сделать то, для чего поставлены. Аминь. Следующее, дорогие. Следующее – это стремление к святости. Это стремление к святости. Святость – это как чистота, так и отделенность для Бога. В Ветхом Завете многие сосуды, которые должны были стоять в храме, где поклонялись люди Богу, они назывались святыней. Когда человек отделен для Бога, он называется этой святыней. Так вот, это как отделенность для Бога, так и чистая жизнь. Писание называет это святостью. И чтобы не попасть под это обольщение, нам важно иметь правильное отношение к святости. Всякое учение, которое оправдывает грех, которое позволяет тебе расслабиться и просто жить в грехе – это лжеучение. Я хочу вам прочитать пару мест Писаний. Послание к евреям, 12 глава, с 14 по 25 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаф, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Да, Библия предостерегает нас, чтобы мы внимательно относились к святости, чтобы мы стремились к святости. И предостерегает нас, приводя в пример Исава, который за порцию еды пренебрег святостью. И это написано в Новом Завете. Это не Ветхий Завет. Люди, которые пренебрегают святостью, они склонны учить примерно так. Стремиться, стараться к святости – это законничество, говорят они. Это законничество, а мы находимся под благодатью. Бог искупил нас, мы находимся под благодатью, поэтому они говорят, каждая я обращаюсь, у меня ничего не получается, потом приходит чувство вины, поэтому зачем мне стараться? Я под благодатью. И вот, говорит, когда я понимаю, что я под благодатью, мне так легко становится, мне так хорошо становится. Поэтому ты неправильно говоришь, что надо стремиться к святости. Друзья мои, но Писание говорит, что стремитесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Это послание к евреям. И теперь нам надо просто принять это, сделать этот вывод. Без святости невозможно правильно увидеть Господа. Если вы хотите видеть Бога таким, какой Он есть, вам надо стремиться к святости, потому что Он свят. Аминь. Я вам еще одно место Писания прочитаю. Послушайте. Первое послание Петра, первая глава, 15-16 стихи. Поэтому, возлюбленные, это теперь апостол Петр пишет, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями вашими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что Я свят. Начиналось, скажете, хорошо, да? Надо полностью уповать на благодать. И люди, которые оправдывают грехи, они говорят, вот об этом мы вам и говорим. Но дальше, буквально следующий стих, говорит апостол Петр, что будьте святы, будьте святы, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы, потому что Бог свят. Если вы хотите знать настоящего Бога, а не попасть в обман какой-то, не пойти на поводу каких-то лживых духов, то надо стремиться к святости. Надо противостоять всякому греху вашей жизни, и Бог это оценит. А теперь я хочу обратить ваше внимание на третью ценность, которую необходимо иметь, чтобы не быть обманутыми лживыми духами. И эта ценность называется благодать. Обратите внимание, друзья, что когда апостолы говорят о святости и о благодати, они говорят об одном фразе. Они говорят, что это вместе, это совсем близко, а где следует задуматься, а потом апостол говорит полностью уповать на святости. то тут говорят, послушные дети, не сообразуйтесь с похотями, но будьте святы. Если послание к евреям говорит, что старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа, то следующее стих говорит, наблюдая на святости, ты можешь лишиться Божьей благодати. Понимаете, что такое благодать? Божьей благодати – это положение Бога. Благодать – это то, что ты никогда не увидишь, это то, что ты подаром дается. Благодать – это милость, когда не заслужишь. Благодать – это помощь, которая всегда с тобой. Так вот, апостолы говорят, Мы говорим о том, что есть святость, к которой надо стремиться, и есть благодать, на которую надо уповать, надеяться. Вот у нас есть святость, будьте знакомы, благодать. У него так много всего. И Писание учит меня, чтобы я стремился иметь мир со всеми и святость, святость. И я стремлюсь к святости. И когда я стремлюсь к святости, то у меня все получается. Какие-то вещи хорошие появляются. Понимаете, достойно я начинаю себя чувствовать. Я стремлюсь к святости. На пути возникают какие-то... Препятствия имеют доступ в своем пути свободный. Я наслаждаюсь, когда я имею святость. Я наслаждаюсь и радуюсь. У меня мир в сердце. Когда я стремлюсь к святости, благодать всегда со мной. Дает все, что мне нужно на этом пути, даже когда я этого не ожидаю. И шарфик вот отдала. Все дает, и тепло становится. Понимаете? Даже когда я не прошу, благодать тут как тут. И что-то происходит, когда мне приходит цель. Что-то шарфик уже такой старенький. Давно что-то я благодати в своей жизни не вижу. И я незаметно поворачиваюсь спиной к святости. И я начинаю молиться как-то особенно, Господи, ответь мне, пожалуйста, на эту нужду. Ответь мне на ту нужду. И благодать куда-то исчезает. И я не пойму. Я читаю Слово Божье. Я стою на этом Слове Божье. Господи, Ты сказал, это будет в моей жизни. Я прошу исцеления. Дай мне исцеление. Почему? Я до сих пор болею. Господи, у меня финансов не хватает, а благодать куда-то исчезает. И вот я за ней, а она как будто от меня. Драгоценная. Я все дальше и дальше удаляю. И благодати в моей жизни не будет. Но Писание учит нас. Спасибо, драгоценные. Я вернул. Но Писание учит нас, чтобы мы стремились к святости. Понимаете? Она не учит нас, чтобы мы уйдем к святости. Другая наша святость. Уповая святость. Мы не надеемся своими достижениями. Мы не надеемся на то, что мы уже стали святы и чисты. Но мы стремимся к святости. А что мы надеемся? Мы полностью надеемся на подаваемую нам благодать. Посмотрите, значит написано, что совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Я посмотрел в оригинале, значит, как выглядит это слово, как оно дословно переводится, вот эта подаваемая благодать. И знаете, я обнаружил, что, оказывается, есть два греческих слова, которые передают вот это действие передачи. И одно греческое слово, оно передает действие таким образом, что у того, кто дает всегда это наготове, ну как, не наготове даже, он всегда это дает. Он дает это и дает в любом случае, просто дает, 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 независимо от него. А другое греческое слово, которое как раз будет с ним, оно показывает такое действие, когда кто-то дает, но от случая к случаю. Как будто это от чего-то зависит. То есть не то, что просто это валится и валится и валится на тебя, а от случая к случаю. И вот здесь именно стоит это греческое слово. Совершенно уповайте на подаваемую, вот эту подаваемую, от случая к случаю вам благодать. А чего же она зависит? Я вижу здесь, глядя, читая послание Иоанна, я вижу здесь, что подаваемая благодать зависит от того, насколько я стремлюсь к святости. Поэтому всякое учение, которое каким-то заканчивает грех, говорит, да, просто расслабься. Под благодатью это лжеучение. И вначале ты можешь чувствовать себя неплохо, потому что ты трудился, трудился, трудился. Ты старался, 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 справился с грехом. У тебя не получилось, ты чувствовал давление, ты чувствовал срочение. Потом ты, когда принимаешь вот эту ложь, расслабься, ты под благодатью. И ты расслабляешься, и вначале, конечно, тебе кажется все хорошо. Только цель лживого духа не обогатить тебя избытком. Цель лживого духа обмануть тебя, а потом украсть, убить, погубить. И чем дальше ты уходишь от святости, гонясь за этой жизнью, тем больше ты становишься обманутый. Потому что дальше от мятости, тем доступнее становятся разные грехи. Тем легче их оправдать. Тем легче же обращение, которое происходит из интернета. И иногда из какого-то человека, который там обманутый. И ты все меньше понимаешь Бога. Вот что самое страшное. Но Писание учит нас. И мне кажется, очень однозначно. Стремитесь к святости. И совершенно уповайте на подобную вам благодать. Мы не можем смотреться на свои силы. Мы не можем смотреться на свои усилия или на свой опыт. Как мы любим святость? Если мы не умеем на святость, то, конечно же, кто показывает обманутые. Мы уповняем на святость, на свои труды, на свои дела. И если мы таким образом двигаемся, то мы как будто отвергаем благодать. И остаются только наши силы. И невозможно своими силами исполнить закон Божий. Драгоценное послание, которое я хочу вам прочитать. Это первое послание Иоанна, вторая глава, с третьего по пятый стих. Послушайте. А что мы познали Его, узнаем из того, что мы ведем его заповеди. Кто я познал Его, тот лжец и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, из этого мы узнаем, что мы в нем. Теперь у меня контрольный вопрос для вас. Скажите, чтобы быть в нем, надо исполнять заповеди. Они не попались. Внимательно. Чтобы быть в нем, в Боге, надо исполнять заповеди. Ага, ну понятно, если первое нет, то... Да, да, хорошо. Хорошо, послушайте теперь внимательно это место послания. А что мы познали Его и находимся в нем, узнаем из того, что соблюдаем заповеди. Когда я смотрю на человека, который исполняет заповеди, живет свято, у него получается, он исполняет волю Божью, я могу сделать вывод, этот человек пребывает в Боге. Этот человек пребывает в Боге. То есть мы можем от этого факта, что он исполняет заповеди, мы узнаем, что он вообще... Потому что кто говорит, я познал его, я нахожусь в нем, а заповеди его не соблюдает тот лжец, Писание говорит. «Может быть в Боге,maan прелехи и при этом грешить, совершенно противоположные понятия. А кэрдяйца цитает своей smelled. В том instant, в conferences соответствую вас, мы можем увидеть и в жизни другого человека, и в своей interferении. И без этого узнаем, что мы в нем. Но, драгоценное, нам открыт доступ к Богу даром. Иисус Христос умер за все наши грехи. Лжи, когда приходят, они лгут примерно таким образом, чтобы ты засомневался в Божьей любви. Чтобы ты засомневался в том, что ты можешь иметь просто отношение с Богом всегда, в любое мгновение. Они говорят, что ты что-то не так сделал. Недостаточно хорошо что-то сделал. Поэтому Бог не может тебя сейчас просто пнять и любить. Он не может тебя сейчас благословить или использовать тебя каким-то особенным образом, потому что ты недостаточно молился, ты еще не допустил. Сегодня мы имеем открытый доступ в небо. Сегодня мы имеем открытый доступ в присутствие Божье, независимо от наших дел. Мы все можем просто идти в присутствие Божье. Написано, воззови, я отвечу тебе. Просто воззови, просто иди в это присутствие Божье, независимо от чего. И вот что происходит, когда ты оказываешься в присутствии Божьем. Когда ты просто поверишь, что ты можешь идти в молитве к Богу, когда ты ожидаешь без всяких мнений. Мнения не помогают нас. Если кому удалось нести тебе сомнение, вот эта ложь удалось посеять о том, что ты не всегда можешь иметь присутствие Божье, ты не всегда можешь быть доступным к Богу, когда приходят сомнения. В Библии написано, сомневающийся, не думай, что ты хочешь что-нибудь от Господа. Понимаете? Потому что не противоположность верить. Без веры Богу уходить невозможно. Надо бы, чтобы мы веровали в Его любовь. Надо бы, чтобы мы хранили эту веру в Его любовь. Не мы прежде возлюбили Его. Он прежде возлюбил нас и предал Себя самого за наши грехи. Он все здесь, что мы пришли в Его присутствии. Кто поверит? Кто придет в это присутствие? Оказывая, что он понимает, что я не хочу это говорить. Драгоценное. Всякий страшный обман, как будто ты получаешь удовольствие. Настоящий удовольствие, настоящий кайф, простите меня за жаргон, это в свете. Когда ты находишься в нем, тебе не хочется грешить. Чувствуешь себя по-настоящему свободно. И чувство, когда Бога приходит. Поэтому Писание побуждает нас. По вере идите в присутствие Божье. И когда вы по вере будете приходить в Его присутствие, Он даст вам, во-первых, это присутствие. И оказываясь в нем, вы не захочете грешить. Поэтому сегодня посмотри на свою жизнь. Просто посмотри на свою жизнь. И ты можешь увидеть, насколько часто ты оказываешься в нем. И от этого зависит, грешишь ты или нет. Больше ни от чего. И так, драгоценное. Давайте сделаем этот вывод. Чтобы никогда не быть обманутыми, нам надо иметь правильное отношение к власти. Потому что, если неправильное, бесполезно человеку что-то объяснять о любви, о справедливости, о правильности, бесполезно. Разум извращенный. Писание Георгии, как не заботили, что Бога в разуме, предал их Бог к обратному уму, и обратный, и повернутый ум. И так, первое. Надо иметь правильное отношение к власти. Второе. Надо стремиться к святости. Третье. Надо полностью уповать на подаваемую нам благодать. Она вовремя. Когда стремится к святости, она даст тебе благо. Она позволит пройти через любое искушение, через любое искушение. Любой мир и все для этого необходимы. Драгоценное. Примите эти три ценности и будьте благословенны. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Давайте воздадим Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова